Привет, дорогие друзья, с вами снова Эдем Натаспейс, сегодня у нас будет обзор на очередную мою самоделку по LEGO Bionicle. Хотя, на самом деле, это самоделка по серии LEGO Hero Factory, по фабрике героев, потому что персонаж как раз-таки был в фабрике героев. Но я решил его перенести в вселенную Bionicle, потому что она, на мой взгляд, как-то более интересная и колоритная, нежели фабрика героев. Ну, в ней все однотипно как-то, а вот в Bionicle вариативности очень много, прям море. Поэтому я решил сделать такой ревамп, точнее, ребилд мелдауна. Сам набор был неплохой, но, честно, по сравнению с самоделкой, он отстойный, да. Ну и давайте посмотрим на мой кастом, на мой мок, то бишь My Own Creation, в переводе моя собственная самоделка. Ну и начнем с ног. Ноги я такие еще с Сейтрекса использую. Сейтрекс, это моя первая самоделка, которая использовала такой тип ног. Они, в принципе, подвижные, поэтому подвижности никак не мешает, особенно вот эта часть ноги, она очень подвижна. Здесь имеются детальки ракши. Сюда я, кстати, поставил его оригинальные, прикрепил вот таким вот образом, чтобы все-таки, ну, ноги полностью серые, а верх весь желтый. Как-то не камильфозы, ну, сами посудите. Далее, тут такие детальки для красоты добавил. Здесь такой нагрудник от фабрики героев тоже. Но это не значит, что он герой, просто он прикрывает вот так бы ужасно было. Но на самом деле тут техник. Кстати, говорят, плохая серия Lego Band 10. Я тоже это говорю, но туловище у них неплохие. Если сюда накрепить техника, то получится неплохо для туловища. Вот такая вот, скажем, пьедестальчик небольшой, куда можно его просто нацепить. Мне писали то, что ноги несложные у самоделок. Ну, вот, пожалуйста, сложные ноги. Но, как бы, я не особо думаю, что нужно иметь у самоделок делать им сложные ноги и сложные руки. Думаю, основной это торс, чтобы он выглядел как-то наполненно, а не пустовато. И вот, как раз-таки, эта самоделка не имеет плаща, поэтому я максимально все забил. И выглядит торс очень цельно. Сзади имеются его баки с радиационным веществом, радиоактивным, скорее. Маска осталась прежняя, подвижная, на болт-джойнте, на шарнире. Так тоже все там не пусто. Руки. Руки обычные, ничего в них сверхъестественного. Тут такая комбинация деталей. Ну, и прикреплены его вот эти вот штуковины. Две, и я решил, у него было на одной руке вот щупальца, на другой была пушка. Я решил, почему он имеет только одну щупальцу, что он с ней сможет сделать. Поэтому я ему добавил вторую. И так он выглядит, по-моему, эпичнее. И после этого показа самоделки, я, наверное, его сейчас разберу. Потому что он, во-первых, вселенную как-то не подходит. Но, в принципе, выглядит он интересно, колоритно. Такой яркий воин. Мне это очень даже нравится. Но дело в том, что я сейчас самоделю, экспериментирую. И мне нужны вот эти вот ноги. Или, по крайней мере, я их изменю как-то. Ну, посмотрим, что мы будем делать с этим мелдауном. В принципе, на этом все. О нем больше рассказывать нечего. История вся его описана в Лего Фабрике Героев. В мультфильмах всяких. Но, на самом деле, вот этот персонаж, он не особо интересен. Только в одном эпизоде появлялся. И так себя и не показал в битве. То есть, он просто там появился, как, знаете, для галочки. Но сам не сразился ни с героями, ничего он не сделал. Поэтому судить о нем как интересном персонаже нельзя. Почему? Потому что, ну, мало информации нам дали о мелдауне. Ну, в принципе, на этом все. Вот такой вот у меня ребилд получился. Надеюсь, вам данный видеообзор понравился. С вами был я, Доминато Спейс. Всем удачи и всем пока!